всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и сегодня я убиралась на своем туалетном столике и вспомнила что я обещала вам снять и вы мне очень часто спрашиваете какой косметика я пользуюсь что у меня из косметики есть в общем сейчас я вам все покажу и так вот мой туалетный столик это я всем привет вот так кстати я выгляжу дома это у меня такая старенькая рубашка которая уже такая стала не очень я и ношу сейчас дома а вот эту штучку я хочу вам показать это нам вышла крестиком мама на годовщину свадьбы общем это что-то означает я не помню она мне рассказывала это должно вот так вот висеть висит тут у меня ну и давайте уже непосредственно к туалетному столику значит я сейчас нам было кисточки кисточки у меня обычно стоят здесь таких двух стаканчиках и эти два стаканчика я купила люра мерлен они вообще предназначены для ну там зубных щеток но они мне очень-очень понравились мне кажется очень симпатичны и я их использую для кисточек вот такой штучка кстати я их мою заказывала из алиэкспресс видите она мне уже такая вся пожухлая вот и мне очень-очень нравится с ней очень классно моются все кисти кисти мой обычным жидким мылом ничем таким особо серьезным я не мою вот все-таки решила показать кисточки которые у меня сейчас есть они намыты я их выкладываю вот так на полотенчика и кладу на подоконник чтобы они у меня свисали но у меня под подоконником нету батареи в общем подоконник так у меня на лестнице там но окно я имею ввиду на лестнице и они у меня свисают то есть вот так вот лежат и сохнут и недостаточно быстро высыхают дома тепло в общем сейчас они мне нам это принцип кисти у меня ну не знаю ничего особенного у меня если нужно я могу снять свои кисти видео обзор какой-нибудь такой небольшой тонально основана наша вот эта кисточка она мне кстати очень очень нравится этот бобби браун китайский есть кисти вот этим и real техникс оригинальные и вот из этой линейки тоже есть и кисти от зоева зоева кисточками очень очень нравится и вот такая маленькая кисточка от dior я ее наношу компактные метеориты это кисточка я их обычно ставлю там для лица и для глаз отдельно салфетки у меня всегда здесь есть салфетки сейчас вот такие обычные моя любимая расческа тангел ангел у меня на внутри фиолетовая и уже наверно года два с половиной точно и я ее вас той стороны сейчас не мыла поэтому показывать не буду а вот с той стороны я и просто мой обычным шампунем и она очень мягенько очень классно нравится мне больше даже чем тангел тизер вот такая у меня компактная я ее обычно просто с собой беру в спортзал или куда-то там путешествие допустим что-то такое значит дальше вот такой у меня контейнер стоит этот контейнер я покупала фикс прайсе и здесь у меня находится в общем всякая ерунда я бы так сказала значит здесь все мои тональные основы все которые у меня есть абсолютно здесь вот даже есть у меня получу всякие вот такие пробники которые я хочу попробовать надо будет воспользоваться они меня поэтому лежат здесь и тональная основа вот это вы уже у меня видели до недавней моей покупки сейчас я использую вот этот вот эти две штучки одна из них вот этот estee lauter double wear вот у меня вот в таком оттенке она сейчас подходит мне под загорелую кожу и вот такой же консилер это у меня такие две миниатюр очки консилер у меня 02 light медиум загарщи смывается уже все меньше меньше подходит у меня тут чуть-чуть уже осталось и кстати у кого-то из девочек я видела сравнение вот этой тональной основы вот этой тональной основы я могу сказать что это две абсолютно разные вещи и они даже по текстуре своей они абсолютно разные вот это я сейчас не использую вообще она мне не нравится вот эта тональная основа на сухой коже подчеркивает абсолютно все шелушения у меня в очень светлом оттенке ну загар смотрится на мне будет подойдет я ее могу наносить только на супер жирный крем тогда еще более-менее у меня еще есть праймер и даже в дуэте они не очень хорошо работают то есть все шелушения какие-то морщинки и все все подчеркивает вот эти две вещи поэтому мне не особо нравится мне больше нравится вот эта тональная основа она тоже сейчас мне светлая поэтому я и наверное только ближе к весне буду пользоваться вот это классная тональная основа она такая легенькая сильно ничего не перекроет но мне очень нравится делает такой отдохнувший красивый цвет лица супер классно в общем вот этими пока вещами я не пользуюсь и так как решила добить вот это ста лавдор то диором я сейчас тоже пока не пользуюсь но диор у меня как раз патент будет следующий дальше в этой штучке у меня находятся всякие карандашики для глаз и бровей гель для бровей fix color от релуи вот такой карандаш это коричневый 0 2 пупа вот и фроши розовый для слизистый редко очень пользуюсь вот это моя подводка новенькая от литуаль кстати нравится мне хорошая вот этот мой любимый карандашик от сифоры классные для бровей мне очень нравится еще вот такой у меня пятьдесят третьем оттенке он такой с блестками голубой он такой вот с блестками голубенький карандаш такой голубенький даже такой синий синий зеленый что ли оттенок но я как-то увлекалась темно-синий у меня было от кстати ланком тушь и вот с этим карандашом очень классно смотрелась весьма и атомайзера еще который нужно промыть и залить потом вот эти расчесочки я кстати заказала целую упаковку с алиэкспресс для ресничек и кстати и для бровей тоже замечательно я имею ввиду для нарощенных ресничек они потому что я постоянно их теряю дальше у меня здесь вот такой карандашик это от и фраше он такой не черный а как сказать правильно тауповый да такой темно-темно-серый кстати неплохой карандаш и вот мои тут тоже остатки не пытаюсь добить от живанши воск для бровей не советую его он мне не нравится он добиваю так как всегда мне жалко выбросить ну и тут лопаточка для крема дальше здесь у меня вот такие цветочки которые мне делала из бумаги старший сынок когда еще учился в садике и вот я приобретала набор ареал техник с кисточки вот такой стаканчик был наборе общем они стоят мне кажется очень миленько смотрится это кстати масло для кутикулы не очень мне нравится это дети притащили вот метеориты у меня вот такие он герлен мне нравится очень но сейчас я добиваю вот этим в ноль втором оттенке вот я их открыла видите сколько у меня их осталось совсем совсем чуть-чуть я сейчас пользуюсь активной ими хочу добить и уже пользоваться потом этими потому что у меня знаете когда то одним то другим в итоге не то ни другое не заканчивается лица вот помада которая была сейчас нам некоторые очень часто вы спрашиваете как-то она у меня видео на губах и спрашиваете что это за помада это вот эта помадка от герлен она у меня и тут совсем чуть-чуть осталось она очень классно мне очень нравится как она выглядит вот сегодня видео на мне на губах это была лимитка по моему прошлой зимы вот добиваю закончится я наверно этот футляр вроде бы можно оставить и докупить вот другую часть вроде но надо будет прибор сходить узнать пробники и дальше вот здесь вот контейнер я его приобретала с алиэкспресс и он мне меньше нравится во первых здесь ячейки не очень большие то что например вот эта помада она сюда просто не влезает поэтому лежит так все же в общем здесь у меня все для губы здесь еще мне обычно стоят кисточки для губ здесь у меня карандаши и как немного как вы видите атлетуале вот такой темный от никс кстати очень мне нравится от никс карандашики вот такие и последнее время моя любовь вот такой карандаш от dior тоже покупала давно он в таком красном оттенке реально это как помада это не карандаш эта помада можно нанести на все губы и вообще забыть обо всем очень хорошо держится очень классно вот такой оттенок прикольно очень нравится карандашик никуда не растекается ничего не замуж присмотрюсь потом другим карандашиком марки dior ну и здесь все мои помады это все что у меня есть на данный период и наверно сейчас буду показывать вам сводчим и вот сразу хочу первый сводч вот я нанесла сюда на руку это вот это вот гиро леновская помада которая вам очень сильно нравится вот я сюда нанесла дальше у меня вот такие три помадки от estee lauder это был набор значит первая помада вот такая она кстати такая довольно таки симпатичная это оттенок вот такой пур color 60 ластик крем вот я сейчас нанесу классная помада я ее нашу или зимой обычно или летом дальше тоже вот такая теста лаундер это 16 той же линейки 16 номер вот такая вот эту я люблю меньше потому что она мне почему-то напоминает помаду 90-х годов что-то в этом духе и следующая помада это оттенок у меня 17 это вот такая коричневая помада тоже мне очень нравится но она такая темновато-коричневая ее чаще всего осенью ношу не часто на самом деле используйте помады блеска дживанши новенький который я покупала шестом оттенке такой просто с блёсточками просто такие голографические блёсточки которые не чувствуются на губах мне очень-очень нравится они очень классно приливаются на солнышке вот использовала в отпуске и пока вот только не тянется дальше у меня такая оригинальная помада от line crime в оттенке саша а 96 я надеюсь я правильно называю вот такая вот эта помада но я еще сотру девочки иначе потом не стереть она вот такая первых я немножко прогадала с оттенком я думаю она будет более нюдовая но она такая более коричневая лица она подсыхает становится матовой сушит губы но все уже знают про помады long crime мне кажется мне кажется говорить тут просто не стоит но вот такая вот камера кстати передает все оттенки в реальности вот как они есть так она вот сейчас на камере я вижу показывает так и сразу сотрудничать потом так и буду ходить блеском вот видите она даже плохо стирается все равно остается немножко на кожу дальше у меня вот такая помада от estee lauder я одно время увлекалась вот такими темными помадами мне очень нравилось сейчас как-то меня больше на красное тянет это матовая помада 340 оттенок pure color envy по моему так правильно называется на камеру не видно будет мелко очень написано она вот такая очень яркая помада одно время у меня просто очень нравилось сейчас как-то я и реже намного пользуюсь неплохая помада конечно не такая стойкая как лайн край но классно вот она пока остальные сочи будет делать она подсохнет вы видите очень красивая помада не особо стойкая но симпатично дальше у меня вот такой от dior такая жидкая помадка достаточно яркая меня уговорила взять эту помаду продавец помнится мне вот такой рыжий красный оттенок его можно нанести вот так бледненько а можно насладить ведь и она будет более ярче выглядеть то есть на самом деле классная комфортная помадка вот эти вот мне нравится жидкие помада мне еще было в другом оттенке тоже очень очень нравилось дальше вот это ли туалевская помада тоже новинка я вам ее показывала 403 номер тоже мне очень нравится неплохая помада но она не стойкая такая нить она такая розовая нудовая симпатичная на каждый день на дневной макияж отлично дальше у меня вот такой кушон от от lancome надо взболтать но на самом деле не особо я его поняла вот так вот это все выглядит он можно вот так вот его оставить можно наслоить его побольше будет более красная помада ну симпатично но не часто пользуюсь не особо мне нравится как ощущается это оттенок у меня 352 дальше шоссе да моя любимая тоже свой сделала это оттенок rs 306 вы тоже когда она меня на губах вы тоже очень часто спрашиваете что это за помада это вот это шоссе да очень красивая очень мне нравится я с удовольствием бы и повторила такой она ведь и имеет очень хороший глянец такая фиолетовая фиолетовым очень симпатично также вот такая помада от никс это матовая линейка очень она микс эти тоже нравится мне тут немного осталось и мне нравится что она сразу матовая ведь такая тоже вот они чем-то похожи только вот это глянцевая это более матовая тоже симпатичная помада это у меня оттенок м л си 11 вот такая помада от мэйбелин это у меня gg 09 матовая помада она очень хорошо когда у меня белая кожа такой нюд немножко выбеливает губы но симпатичная мне нравится неплохо ощущается на губах не сушит губы но не стойко абсолютно дальше у меня вот такая тоже тут чуть-чуть осталось от и всем лоран очень нравится по текстуре эта помада очень класс такая совсем совсем чуть-чуть у меня а я осталась но она такая яркая видите прям яркая яркая сочная я люблю ее использовать летом сейчас дома я думаю же добью ее чтобы не хранить и пустых баночках я думаю скоро нам не появится примерно такого же оттенка только такая немного матовая от клиник кстати вот этой сын лоран это у меня оттенок это линейка руш валью шайн оттенок 52 я так понимаю значит это от клиник помада оттенок 06 свитков ведь они чем-то похожи только вот это она на не то что более матовая она такая более кремовая это более глянцевая помада но тоже очень они похожи тоже вот одно время мне нравились такие оттенки и здесь тоже я не очень много у меня осталось люблю использовать как раз таки вот эти помады именно летом они на загорелой кожи очень симпатично смотрится дальше вот это шоссе да тоже я и очень люблю мне ее ждут мало на самом деле осталось это оттенок 226 но я его показывала вам не раз тоже такая используя днем чуть-чуть осталось совсем но симпатичная помада такая кремовая очень хорошо на губах она держится вот камера переносит все оттенки вот так как они в реале выглядят то есть вот и последняя помада это помада от слик я заказывала без за теста и очень сильно разочаровалась в ней вот такой прям красный оттенок я очень хотела такого оттенка помаду только не такую яркую это раз а во вторых вот даже видно насколько она ведь неровно ложится она растекается размазывается для красной помады мне кажется это вообще недопустимо но вот к сожалению именно так она и выглядит то есть она растекается размазывается остается везде где только можно но цвет красивый правда я хотела немножко другой цвет чтобы был ну в общем качество команды ужасно но вот лежит жалко выбрались что называется вот такие вот у меня помада это вся моя коллекция помадки здесь у меня лежит вот блеск от victoria's secret и от кармакс кстати люблю кармакс любовью огромный так что вот такие ну и обычное зеркало языке мне здесь лежит мой блокнотик в принципе все дальше то что у меня хранится внутри вот так вот у меня тут все выглядит на самом деле чаще и не так сильно прибрано как сейчас значит там в глубине у меня лежат во первых мои линзы необычные прозрачные линзы кто-то мне не поверил подумал что я какие-то все черные линзы вставляю нет девочки сейчас вот хочу показать мои линзы вот они обычные видите прозрачные линзы так что я никого не обманываю у меня действительно кари глаза зрение у меня не очень ну не сильно плохое когда я взорвем или когда там в кино иду обязательно одеваю дальше у меня почему я плюшкин такой тот еще видите вот такие пыльнички в общем я собираю что-то пакетики у меня шапочки для душа в общем всякая ерунда там лежит так ну давайте начнем наверное вот отсюда здесь у меня лежат всякие там запасные ватные палочки и всяким а резиночки заколочки расчесочки в общем всякая ерундистика здесь тоже самое действительно оружие но она всегда пригодится всякие ножнички и пилочки в общем всякая такая ерунда здесь всякие наушники в общем всякое вечно тут у меня на самом деле навалено все и здесь у меня тени коллекцию теней я снимала уже на своем канале я оставлю ссылку внизу в инфобоксе кому интересно переходите посмотрите мне ничего не изменилось ничего не прибавилось не убавилось вот все как есть также здесь лежат базы под тени мне нравится очень вот эти вот эта база мне не очень нравится мне вообще плохо держится тени на веках а вот этот с этой базы держится целый день очень мне нравится очень классная база она внутри такая слегка в общем она не дает никакой оттенок но она и не водостойка той жидкостью обычным для снятия обычного макияжа можно спокойно снять все эти тени дальше здесь вот у меня лежит во первых мои вот эти компактные метеориты мне кто-то спрашивал стоит их покупать или нет если вы используете обычный метеорит и хотите как-то взять с собой в дорогу я не знаю как-то или вообще в принципе не исполни покупать метеориты в шариках и копить себе вот такую пудру да тогда покупайте я и особо не пользуюсь потому что я пользуюсь метеоритами в шариках собой никуда не таскаю в общем принципе лежат но очень-очень хотела здесь у меня мои румяна тоже у меня есть видео на так на канале и со свочами кому интересно обязательно проходите в инфобок смотрите вот сейчас я использую вот такой как это корректор правильно дам бронзер корректор вот такой вот и сын лоран это единичка вот это очень классно вот это вот который идет как хайлайтер на самом деле не как хайлайтер на это же сочи в видео делала он я его использую как тени больше как тени очень симпатично нравится неплохо держится в общем коллекция бронзеров румян все что у меня вот здесь вот лежит все тоже есть видео на канале переходите посмотрите здесь вот у меня лежат большие палетки так же вот make up revolution видите что с ней стало вообще даже не открыть особо здесь у меня вот хайлайтер и бронзера на такие хайлайтеры прямо вот из космоса видны то есть видите такие но тоже пользуюсь на самом деле не очень часто я больше пользуюсь вот этим диоровским хайлайтером в 0 втором оттенке очень мне нравится вот такое деликатное красивое холеное свечение дает эти вот такие они розовые очень рекомендую то есть они вот такие но очень красиво дает в отличие например вот от этих да это дает очень красивое свечение мне очень нравится эти диоровские ими я и пользуюсь сейчас но наношу совсем чуть-чуть на кожу лица здесь палетки вот моя любимая это naked 3 тоже у меня есть видео на канале ссылку я оставлю переходите посмотрите и вот здесь вот у меня лежит лежат продукты которыми на принципе пить плендер сейчас я им не пользуюсь я использую кисточку bobby brown это точеки все время кстати покупают эти его мозаик они мне очень нравятся недорогие классно щипчики у меня от тони моли не пользуюсь ими сейчас совсем они что-то ничего не завивают непонятно что ну ерунда какая-то сейчас купила себе новую тушь вот такую от буржуа купила именно эту тушь потому что сейчас я вам ее открою покажу щеточку просто потому что у меня было 300 там чем-то баллов на карточки которого при этом как-то копились ноябре нужно было их использовать в общем она вот такая и тут можно ее делать вот так вот покороче покороче подлиннее я прикола не поняла и она не делает ресницы пушистыми она делает их объемными немного удлиняет но не пушистыми даже немножечко склеивает не особо мне нравится в общем бонусы у меня как я уже говорила и я это то что что-то 700 чем-то рублей в общем я и приобрела за 300 рублей за счет бонусов поэтому считаю что нормально это пользуешь куплю себе от мэйблин как вы мне советовали вот такой у меня гель до бровей он для меня светлый нет нет им пользуюсь кстати мне он нравится но больше вот мне нравится карандашик вот я вам уже показала от сифоры вот такая у меня подводка есть вот про нее я говорила она мне очень нравится на очень стойко но у нее не очень хорошо со спонжем что-то стало на плохо рисует вот но это же уже под заканчивается общем такая жиденькая такой у него фетровый спонжик тут ну нравится меж ресничку иногда это у меня кот кстати по крысы и меж ресничку иногда прокрашиваю общем раз здорово и здесь у меня лежат консилеры и корректоры нравится мне вот эта штучка сейчас он для меня слишком светлый поэтому не использую камуфляж от catrice неплохое средство неплохо все замазывает даже область под глазами не сушит дальше у меня вот такой вот мак при н прайм как-то так называется в общем это знаете наподобие такого карандаша от и в сен лоран ну такой розовенький хорошо подсвечивает кожу но это такое баловство на самом деле он просто подсвечивает кожу и все то есть он никакие синяки не замазывает ничего такого не делает не сушит кожу даже мне кажется немножечко увлажняет такое мне кажется что-то среднее между уходом и какой-то подсвечивалкой ну и все и в принципе не держится целый день то есть ну такой вот закончится у меня когда кожа станет посветлее и я не буду больше покупать также у меня два консилера которые мне сейчас не подходит по оттенку они слишком светлая от бобби браун и от dior это от бобби браун у меня в третьем оттенки а от dior dior в 001 оттенки они оба неплохие но больше всего мне нравится бобби браун он действительно как увлажняет вот вообще вот эта серия черника она вроде пойдет для возрастной кожи вот девочки у кого морщинки я прям рекомендую присмотреться обычный спонжик здесь она мне там немного ее осталось она действительно хорошо даже как будто бы разглаживает область под глазками очень классно очень и у них есть такая тональная основа тоже вот в черной упаковке с пипеточка у меня была я покупала их вместе и прям очень была довольна очень мне нравилось я думаю что даже наверное повторю потому что классно единственное что цена конечно на бобби браун кусочая dior как-то вроде бы подешевле но и dior тоже мне кстати нравится неплохой консилер не сушит кожу но и неплотное покрытие что у этого что у этого то есть прямо сильно явные синяки то надо что-то поплотнее выбрать вот такой от никс он для меня сейчас слишком темный в общем но он подсушивает область под глазками поэтому лежит и вот таких два карандашик они давали подарок вот так вот они выглядят один такой посветлее 2 пары же в общем хорошо там на какие-то высыпания прыщики их использовать ватные палочки меня в общем вот и вся моя косметика ни много ни мало нам кажется для одного лица вполне достаточно по крайней мере мне вполне достаточно я сейчас вообще подуспокоилась декоративной косметикой на палеток столько но куда мне столько на самом деле но все пользуюсь потихонечку всем единственно что сейчас я в основном покупаю вот такие расходные то есть там консилеры тональные основы туши какие-то подводки карандашики ну и конечно же помады куда без помад вот вот и все вот в принципе все что у меня есть не так много как у бьюти блогеров но все же я как-то больше фанат ухода особенности последнее время нежели декоративной косметики вот хотя делаю макияж исправно каждый день но вот вот такой вот у меня небольшое количество косметики и вот на мне сейчас вот эта помада герлен который я вам показывала вот так вот она замечательно выглядит мне очень очень нравится я надеюсь вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал оставляйте свои запросы я стараюсь снимать с удовольствием для вас всех люблю целую и до новых встреч